Ау, ты чё такая активная? Ищешь что-то? Таня, сегодня 8 марта, а Кузя мой парень, он должен был сделать мне какой-нибудь подарок. Тем более, вчера весь вечер ему об этом намекала. Ау, ну тебе ли не знать? Если ты хочешь, чтобы Кузя что-нибудь сделал, нужно сказать ему об этом напрямую. И потом ещё повторить два раза. Ау, Кузя, ты супер! Я тебя обожаю! Ага, сейчас! Это мой подарок. От кого это? От ректора. Он нам выдал стипендию, а я на неё купила себе серёжки. И вообще, Алла, если бы Кузя захотел незаметно подложить тебе подарок, он бы либо шкаф уронил, либо разбудил бы тебя и попросил отвернуться. В общем, вы бы это заметили. Точно. Значит, мой подарок ждёт меня на кухне. Привет, Кузя! Привет, девчонка! Доброе утро, милый! Доброе утро! Ну, где? Что где? Алла, я тебе говорю без намёков и два раза. Кузя, сегодня 8 марта. Где мой подарок? Подарок где? А, подарок. Подарок уны-то. Ты что, забыл про подарок? Алла, ну это... Кузя, я в шоке. Мой парень 8 марта забыл про подарок. Пипец! Кузя, ну это реально пипец. Нет, я, значит, как дура. За неделю до 23 февраля ношусь по магазинам, отговариваю себя от соблазна купить какой-нибудь тупой набор для бритья за 200 рублей. А он что, забыл? Нормально, да? Ну что ты напал на бедного Кузю? Ну подумаешь, забыл. Аллочка, ну действительно. Кузя один раз про свой день рождения забыл. Да если бы ему на Mail.ru открытка не пришла, он бы так и не вспомнил. А ты говоришь про 8 марта. Ну вот ты бы забыл купить своей девушке подарок на 8 марта. Аллочка, я другое дело. Я эту схему чётко знаю. Днём подарок не купил, ночью остался без подарка. Так что я бы точно не забыл. Вот видишь, если бы Майкл был моим парнем, то он бы про меня не забыл. Не понял. Да я говорю, если бы ты был моим парнем, то у меня было бы всё по-другому. Майкл, ты что, здесь всё утро сидел? Всю ночь, дорогая. Я терпеливо ждал, когда ты откроешь свои прекрасные глаза. Это тебе, милая. С 8 марта. Спасибо, милый. Это ещё не всё. Загляни, пожалуйста, под подушку. Это же новая линия цепи Марсо. Их же ещё нет в России. Как? А где? Откуда Майкл? Дорогая, когда любишь, и твой дядя работает во французском посольстве, нет ничего невозможного. Ты сумасшедший, Майкл. Вот видишь, как надо? Ну ладно, мне пора. Я пошёл. Ты куда, милый? Да пойду прогуляюсь пару часиков. Пару часиков? Ну-ну, ты что, других пап собрался поздравлять? Аллочка, я тебя умоляю. Почему других? Тех же. Ты их прекрасно знаешь. Леська, Маринка и Машка. Майкл, я не поняла, что это сейчас было? Аллочка, а что ты хотела? Я же мужчина. Нет, ты никуда не пойдёшь, не пущу. Дорогая, если для тебя это так важно, можешь пойти со мной. Дорогая, если для тебя это так важно, можешь пойти со мной. Зато тебя бы Майкл любил больше и чаще, потому что ты живёшь ближе всех. Саша, я сейчас запущу в тебя чем-нибудь. И всё равно, каким бы он ни был бабником, про подарок на 8 марта он бы не забыл. В отличие от некоторых. Значит так, да? Значит ты с Майклом хочешь мутить? Я тогда тоже буду с кем-нибудь мутить. Вон, с Танькой. Ты чего? Ничего. Ты умная и добрая, и ты бы меня поняла, в отличие от некоторых. Я имею в виду Аллу. Ты чего? Ничего. Ты умная и добрая, и ты бы меня поняла, в отличие от некоторых. Я имею в виду Аллу. Доброе утро, дорогой. Привет, Танюха. Слушай, а я это, сегодня же 8 марта, а я подарок забыл купить. Прикинь? И всё что ли? Фигня какая. Давай лучше вечером в кафешку сходим. Хотя чё тратиться. Лучше отложи на велик, а на следующий 8 марта меня прокатишь. Блин, вот ты классная, Танюха. Не то, что Алка. Видала, как надо? Кузя, то, что Таня у нас умная, это ты ошибаешься. Таня у нас очень умная. Блин, Танюха, ты классная. Не то, что Алка. Спасибо. Ну что, идём у Васи и начнём заниматься. Да ладно, Танюх, ты чего? Я могу это, и до вечера потерпеть. Кузя, заниматься, это значит заниматься. А не то, что ты подумал. Кузя, заниматься, это значит заниматься. Кузя, Кузя, ты, конечно, не обижайся, но если бы мне пришлось выбирать парня в нашем блоке, я бы, конечно, выбрала Майкла. Ого, ничего себе. А что это вы раньше молчали, девочки? Я бы непременно этим воспользовался. Саня, я шучу. Ой, Таняка, я тебя умоляю, а? Майкл бы от тебя бегал ещё больше, чем от меня. Это не человек, это мешок с гормонами. С кем? Кузя, тебе послышалось. Всё в порядке. Для меня это даже комплимент. Алла, умная женщина не будет бегать за мужчиной. Она сделает так, что мужчина будет бегать вокруг неё. Проснулась уже. Ты моя дорогая, садись, садись, садись. Как ты? Как там наш тигранчик? Да, возьми. Это тебе. Сейчас, сейчас я вас накормлю. Сейчас папа такой завтрак сделает. Даже у тигранчика Сюни подикут. Вот так, Алла. И никуда бы он не делся. Танечка, не хотелось бы тебя, конечно, расстраивать, но у нас есть определённые традиции. В общем, как бы тебе это сказать? Короче, это ты бы никуда не делась. Молодец, Танюха, зато бы деньги всегда были. Считай, каждый год по 250 тысяч. Значит, вот так, да? То есть ты бы выбрала Майкла, а не меня? Сань, ты чё? Это ж просто фантазии. Мы же шутим. Да я всё понимаю, Майкл. У меня с чувством юмора всё в порядке. И со вкусом всё в порядке. И поэтому я бы выбрал... Аллу. Да, Танечка, Алла. И поверь, мы бы вдвоём не книжки читали. Это было... Это было нечто с ног сшибательно. У меня никогда ни с кем так не было. Это всё ты. Ты просто безумец. Семь раз подряд. Детка, извини, я сегодня немного не в форме. Малыш, тебе не кажется, что мы слишком много времени тратим на разговоры? Давай лучше снова окунёмся в бездну. Наслаждение. Сэн, ты чё, офигел? Я щас тебе устрою семь раз подряд. Телескопом по башке. Тихо, друзья, не ссорьтесь. Это всего лишь фантазии. Кузя, ты тоже, глядя в журнал, иногда фантазируешь. И ничего. Ничего я не фантазирую. Кузя, всё, успокойся. Тем более Саша у нас насчёт Аллочки сильно заблуждается. Это у тебя, красивого, накаченного парня, всё просто. А Сашке бы на твоём месте пришлось постараться. Милая, я снова полон жизненной энергии и готов к новым подвигам. А я хочу шубу. Какую шубу? Норковую за 49 тысяч рублей. Дорогая, у меня никаких денег. Попроси у папы. Милая, ты же знаешь, я никогда не прошу деньги у папы. Тогда у меня очень сильно болит голова, и я пошла спать. Милая, ты же знаешь. Хватит про Алку всякую фигню фантазировать. Он про себя фантазирует. Действительно, Майкл. Сидишь, отмалчиваешься. Аллочка, мне лишний раз мозг напрягать не обязательно. Я сейчас пойду в кафе и с кем захочу, стою и буду. В реальном времени. Всем привет! Дорогие женщины, девочки, девушки! Разрешите поздравить вас с Международным женским днём и вручить маленький скромный подарок. А что, Сильвестр Андреевич, кризис? Слушай, ты, люляк и бабник, это для тебя главное произвести впечатление, а для женщины главное – внимание. Правда, девочки? А цветы, я так понимаю, Сашки? Слушай, курносый, ты мне всё равно настроение не испортишь, потому что я иду сейчас поздравлять любимую женщину. Если, конечно, она меня пустит. А ты побежишь по этажам выполнять тупую механическую работу. Чувствуешь разницу? Вот Сильвестр Андреевич молодец. Не забыл поздравить свою женщину с 8 марта. Ой, вот если бы я была женой Сильвестр Андреевича… Чего? Сильвестр Андреевич, я говорю, если бы я была вашей женой… Ты мой Силечка! Ты мой гномик! Силечка сегодня устал! Силечка сегодня заводик у конкурентов отобрал! Да! А я ему кокусточки натушила, он сейчас покушает и под одеялко домой сладкий! А я один не хочу! А кто сказал, что один? Танечка сейчас подготовится к семинарчику, нарисует пару схемочек и придёт в кроватку к своему Силечке! Ой, а в пузико поцелуешь, в пупочек? Конечно, мой сладкий! Беги чистить зубки, а я скоро приду и буду кусать тебя на уши! Ах так, да? Значит, ты с папой, да? Тогда я? Я? Я с Верой! Что? Да, папа, с Верой! Саша, ты что, головой ударился? Ничего, я не ударился! Раз она с тобой, значит, я с Верой! Ты мой сладкоежкин! И тортики я тебе приготовила такой же вкусненький и красивенький, как мой котёночек! Здравствуй, папа! Здравствуй, мама! Саша? Что случилось? Я хочу представить вам мою девушку! Да, мама, мою девушку! Вера, заходи! С этого дня она будет жить с нами! Ну, как с нами? Со мной! Саша, не смеши меня! Она ж тебе в матери годится! А это, мамаша, не ваше тело! Любви все возрасты покорны! И лучшие моменты нашей с Верочкой жизни мы будем проводить! Вот на этом диване! Сейчас! Разбежался! Этот диван наш с папой! И мы сейчас на нём будем делать тебе братика! Мамаша! Папаша! Поберегите здоровье! Давайте лучше мы с Верой на этом диване сделаем вам внука! Сашинка! А тебя разве не учили уступать старшим? Чего? Ты чё несёшь? Курица! Силя, ты чего? Что с тобой? Какой я тебе нахрен Силя? Я тебя спрашиваю! Ты чё несёшь? Какой я тебе нахрен Силя? Силя она увидела! Ой, простите, Сильвестер Андреевич, мы просто немного фантазируем, вот я и... Делать вам больше нехрен! Ну не ругайте, Сильвестер Андреевич, ну занесло чуть-чуть девочку. Правильно, Таня? Просто Таня на самом деле не очень подходит на роль жены олигарха. Вот если бы я была вашей женой, то вам бы не было скучно. Малыш, ты обещал мне статью в этом журнале на четыре листа, а тут всего лишь разворот на две странички и всего пять фотографий. Ну, зайка моя, ну а что про тебя ещё написать? То, что ты моя жена, так это вообще одно предложение. Вот именно, сижу здесь целыми днями, тебя жду, и никто меня не видит. Котёнок, а давай мне клип снимем, а? М-м-м, ты опять? Ну, Лапочка, ну пожалуйста, ну ты же всё можешь. Дороха вон Наськи снял, Пономарёв уже Жанки второй снимает. Это же всё для тебя. Все соседи с певицами живут, а ты до сих пор с домохозяйкой. Милая моя, домохозяюшка, ты когда последний раз пыль видела, а? У мамы в Тюмени, правильно? А у нас здесь горничных больше, чем комнат. А я им плачу бюджет всей твоей Тюмени. Да сынка, ну при чём здесь это, а? Ну, всё-таки. Ты же сам ночью говорил, что я у тебя самая талантливая, что я лучшая. Ну, я вообще-то не клип имел в виду. Ну ладно, ну зайка, ну. Давай я тебе сегодня вечером подарю новый розовый Бентли, а? И мы месяц не возвращаемся к твоему клипу, хорошо? Мам, я так тебя люблю. Чуваки-чуваки. Да-да, друзья, и не надо на меня так смотреть. Не ждите, не покраснею. Я считаю, что если у мужчины есть деньги, то он должен их тратить на свою любимую женщину. Какую ещё любимую женщину? Ты чё, хочешь быть любимой женщиной Сильвестра Андреевича? Так ты со мной, да? Тогда я... Тогда у меня... Кузенька, родной, остынь. Ну, не надо. И не мешай. Дай помечтать. Вот она. Вот. 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 А-а-а. Кузя, ты чё здесь делаешь? Я привёл свою девушку. Это Анфиса Чехова. Я с ней мучу. Что? Скажи им. Он со мной мутит. Дорогуша, зелёный цвет уже давно не в моде. И он скорее успокаивает, чем возбуждает. А вам, дедушка, лучше бы не клубничку, а орешки кушать. Какой это нахрен дедушка, а? Кузя, ты чё, совсем? Так нельзя. Почему это нельзя? Кузя, я говорю, так нельзя. А, что? Так нечестно, это не по правилам. Твоя Чехова, это чужой человек. А мы фантазируем только между своими. Да вы чё, деградировали здесь все, что ли, а? Наглотали с чего-то? Какие фантазии? Правила ещё придумала. Значит так, фантазёры, если вам не терпится друг с дружкой поменяться, меняйтесь на здоровье, комнат много. А меня в ваши шведские игры не надо втягивать. Потому что у меня есть вера. Я могу быть только с любимой верой. Больше ни с кем. Драгуэ, только не суди строго, я это написала в минуты душевного порыва. Конечно, любимая. Ода. Моему любимому мужу. Нет у меня ни малейших сомнений. Втроём мы пройдём сквозь любые преграды. Я, муж мой, любимый, Сильвестр Сергеев. Ну и, конечно, его миллиарды. Умничка. Как я тебя люблю. И я тебя люблю. Вера Павловна, видели мою девушку? Вот, Анфиса Чехова. Она всё знает о сексе, а я с ней мучу. Скажи им. Он со мной мутит. Круто. Очень круто. Он так круто со мной мутит, что я даже про него сюжет снимать буду. Круто. Слышь, Бабуин, тебе же сказали, что нельзя в фантазии приводить чужих людей. Сильвестр Андреевич, вы же сказали, что мы тут какой-то фигнёй занимаемся, а сами уже правила защищаете. Ну? Ну, действительно, друзья, давайте уже прекратим напрягать воображение и начнём отмечать этот придуманный, но очень даже приятный праздник. Вы же уже наигрались? Все варианты перебрали? Ну, чисто теоретически, не все. А какие ещё? Ну, сами подумайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нет! 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 Саша, нет! Как тебе вообще могло такое в голову прийти? Эх, фу! Майкл, ты же не выходил из комнаты, когда ты успел заказать? Ну, вообще-то это не я, а Кузя. Причём ещё вчера. Целый день вчера бегал, узнавал. Ну, а мы с Сашкой деньгами помогли. Милый, и ты всё время это слушал, как я тут... А почему ты сразу не сказал? Я хотел с рук приезд сделать. Кузя, ты такой дурак! А я тебя так люблю! Аллочка, я, наверное, не совсем вовремя, но мы это... Тоже скидывались? Да!